Кража со взломом в Мегионе Кража соценили ущерб в 5000 рублей. В дальнейшем вор сдал похищенный в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, подозреваемому избрана мера пресечения, подписка о невыезде, ну и надлежащем поведении. Кстати, ранее он был судим. Ровесник вора стиральных машин был задержан в Нижневартовске, а точнее в садово-огородном товариществе Малиновка. В приличном досмотре у него был изъят наркотик массой более грамма, почти полтора. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Снова браконьеры. В Березовском районе пенсионер, не имея разрешения, используя лодку с подвесным лодочным мотором, при помощи запрещенного орудия лова вытащил из реки 33 штуки пелени. Общим весом 12 килограмм. Ущерб водным мелодическим ресурсам составил более 61 тысячи рублей. По этому поводу, естественно, возбуждено уголовное дело. За минувшие сутки сотрудниками полиции было раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Вот одно из них. В Сургуте установлен подозреваемый в краже. 33-летний мужчина находился в подъезде дома по проспекту Ленина. Путем свободного доступа он похитил велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. Его быстро поймали, теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ранее он был неоднократно судим. Всего в Югре за минувшие сутки зарегистрировано 54 преступления. По горячим следам раскрыли 34. Это 5 краж, 5 экономических преступлений, 9 фактов, незаконного оборота наркотиков. Силовики провели 11 обысков, задержали 6 человек. Раскрываемость превысила 60%. А вот еще одно ранее совершенное преступление, раскрытое сотрудниками полиции на этой неделе. В полицию няками с заявлением о краже денежных средств с утерянной банковской картой обратился местный житель. Сотрудниками отдела уголовного розыска установлены задержаны подозреваемые. 37-летний мужчина расплачивался чужой карточкой в различных магазинах. Путем бесконтактной оплаты товаров он совершил 15 операций по счету. Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей. Полиция округа разыскивает подозреваемого в убийстве и изнасиловании. По мнению силовиков, страшное преступление мог совершить Борисов Владимир 1986 года рождения. Его портрет вы сейчас видите на своих экранах. Убийство несовершеннолетней жительницы Нягани произошло в конце апреля 2011 года. Труп девушки обнаружили в микрорайоне Восточный на дне водосточного коллектора. Борисову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Он объявлен в международный розыск. Борисов может скрываться в лесной местности. В непосредственной близости от небольших поселений заниматься охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Следственное управление обращается к гражданам за помощью в установлении местонахождения Борисова. Если вы располагаете информацию о месте его нахождения, просьба сообщить об этом следственное управление по указанным телефонам. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации находится на контроле в Центральном аппарате ведомства. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте www.yugradifistv.ru Это «Югра территории безопасности». Я Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok